Пара секунд, чтобы собраться с мыслями и сделать шаг вперед. Отвесные скалы во французских Альпах, казалось, давно покорились русскому бейсджамперу Ратмиру Нагимьянову. Этот захватывающий полет вдоль ледника Басон он снял всего несколько недель назад. Горный массив один из немногих, где мечтает побывать, пожалуй, каждый любитель экстремальных прыжков. Полетел в Шамани в поисках лучшей жизни. Последнее, что успел написать Ратмир на своей страничке в интернете. А уже сегодня утром его друзья и близкие читали в информационных сводках сообщения о гибели спортсмена. Во время полета по одной из официальных версий не раскрылся парашют и Ратмир врезался в трехэтажное здание. Хотя для него, инструктора клуба любителей экстремальных прыжков, безопасность была далеко не на последнем месте. Он перед каждым полетом лично проверял экипировку. О том, что желание получить острые ощущения не выходило за рамки здравого смысла, можно судить и по комментариям, которые он оставлял после каждого своего путешествия. В Шамани обманчивают хорошие погоды, на самом деле наверху дует очень сильный ветер. Поэтому сегодня мы едем в Швейцарию на экзит без сальто. Все, увидимся. Свой роковой прыжок Ратмир Нагимьянов совершил, как уже стало известно, с вершины Эгюди-Меди с высоты почти 4000 метров. Задача не из легких. Знатоки всегда рекомендуют отправляться в полет с этих скал только в больших и надежных винг-сьютах. Так называются костюмы-крылья. Что же на этот раз пошло не так, пытаются понять друзья и коллеги Ратмира. Глеб Вариводин говорит, что совсем недавно они вместе обсуждали подробности одного из предстоящих экстремальных путешествий. А уже сегодня из списков участников Эмир Атмира придется вычеркнуть. Мы вот поехали в Китай, он поехал в Шамани. Чего он поехал, я точно не знаю. Но может потренироваться, может хотел снять какой-то ролик. Пока из нашей боесреды нет однозначного заключения шестого причины. Если у него на голове были камеры, они работали, то можно будет посмотреть и выяснить, что там. Мой парень сейчас прыгает на одном из первых парашютов Ратмира, который достался ему после прохождения обучения. И именно на этом парашюте было совершено много удачных первых прыжков. Чувствуется карма. Вот как если кто знал Ратмира, то всегда скажет, это человек, который у нас летит в свет. Сейчас знакомые Ратмира объединились, чтобы помочь его супруге, которая уже вылетела во Францию. Друзья-экстремалы уже после похорон намерены отправиться в очередное опасное путешествие и посвятят этот полет памяти погибшего бейсджампера.